Полы, обрушившиеся в одном из домов, в местечке лесозавод привели в порядок. Ремонт выполнили за счет средств муниципалитета. Напомним, в начале октября прошлого года в деревянном доме по улице Серова сгнили и провалились доски. Семья с маленькими детьми несколько месяцев ютилась в небольшой комнате. Разбиралась ситуация Таисия Шляхтина. Новый год Мария Зеединова встретила в обновленной квартире. В конце декабря рабочие застелили последние листы фанеры. Все затраты на ремонт взял на себя муниципалитет. В комнате заменили несущие балки и лаги, установили дополнительные опоры. Помогла бригада и с выравниванием потолка. Вот эта щель, которая здесь была, она приличная была. Мальчишки-ремонтники, они нам приподнимали, все сделали домкратом. Все стены выравнили, стены здесь выравнили, и мы вот эту стену полностью приподнимали. После такого Зеединова решили освежить комнату. Сейчас заканчивают косметический ремонт. Хозяйка признается, по сравнению с тем, что было, это настоящий рай. Больше двух месяцев семья из пяти человек жила в маленькой спальне и кухне. Все мебель и вещи пришлось уместить там же. О том, что вот-вот провалятся в подвал, жильцы не раз говорили представителям управляющей компании. Но там неизменно отвечали. Менять гнилую балку людям придется самим. Мы только пару досок убрали, и черные полосы рухнули. Все упало. Коридор у нас уже лежал на песке, просто он не держался ни на чем. Вот они потом пришли, но ничего не делали. Сказали, что это элементы капитального ремонта, что нам ничего делать не будут. Это надо ждать. Через администрацию ходило, сколько везде писало. Нехорошую квартиру проверил региональный комитет ЖКХ. Специалисты установили. Под комнатой была расположена несанкционированная яма глубиной более метра. Самодельный погреб Зеединовым достался от прошлых владельцев. Тогда ревизоры постановили, ЧП уже произошло, и его последствия надо устранять. Деньги выделили, комнату в порядок привели. Глядя на это, о своих проблемах заговорили и соседи. Тут невозможно жить. Я вот закрываю маленькую комнату и так сплю. Тут такой мороз, прямо вот так. Околеет руки, ноги. Соседям немножко в южную сторону надо зайду, там погреюсь. Вот так. В доме, которому уже полвека, Пелагея Михайловна живет 67-го. Сейчас температура в ее квартире около 10 градусов. Все из-за огромных щелей. Пол в туалете тоже на грани. И так живет весь дом. Одна из проблем решена. Но в ходе проверки специалистами БЖИ также установлены ряд других нарушений, касающихся в целом содержания общедомового имущества. И нами принято решение. Мы направили свой акт обследования в межведомственную комиссию города Сыктывкара для рассмотрения и принятия решения. Или признания жилых и других помещений этого дома, чтобы дом старенький, неприводными для проживания. И в целом рассмотреть по дому на предмет аварийности дома. Судьбу жильцов ветхостроя решат уже скоро. На рассмотрение заключения межведомственной комиссии дается 45 дней. Примерно половина срока уже прошла. Однако таких домов, как говорят соседи, чуть ли не целый район. И возможно это только первый шаг в решении большой проблемы.